Сколько хочешь? Кем ты меня возомнил? Разве я такой человек? Каким ты человеком вообще стал? Как ты можешь такое говорить, Джунейт? Благодаря тебе я стал какой-то тварью. Благодаря тебе я больше не слышу зол своего сердца. Благодаря тебе я спятил. Покончим с этим. Сейчас же сделай. Признай. Ты рядом с Атешем, потому что у него есть деньги, да? Признай мне. Молчи. Молчи, хватит падать у меня в глазах. Не надо загрязнять Джунейта, который у меня внутри. Смотри. Мой Джунейт не мог бы даже подумать об этом. Он бы просто не додумался бы до такого. А моя Фериде не поступила бы так. Смотри мне прямо в глаза, она бы не заводила отношения с другим. Не промышляла бы за моей спиной. Промышляла? Я что ли опять промышляю, а? Ладно. Возьми, посмотри. Посмотри, кто промышляет за твоей спиной. Продолжай. Как это будет? Сначала мы будем кемать в нашей откровенности. Потом остальных. Но Бахар, конечно, будет нам помогать. Она никогда не сможет отступиться. Слушается меня. Не волнуйтесь. Хантан, как ты справилась? Чем ты смогла убедить Бахару бросить Кемаля? Спасла жизни ее мамы. Сначала создала опасность для нее, а потом ее же и спасла. Я заплатила за операцию мамы. Но никто, кроме меня и Бахар, об этом не знает. Ты видишь моего сына даже больше, чем я думал. Кемаль видит во мне своего врага? Доверится ли он мне вновь? Вот не знаю. Главное, чтобы вы были рядом со мной. Пока я буду чувствовать вашу поддержку, я все сделаю. Доверьтесь мне. И что там внутри? Открой. Открой и видит, кто не тот, кем себя выдает. Фериде, что там внутри? Что ты замышляешь? Я ничего не замышляю. Открой, посмотри. Что ты пытаешься сделать? Там ничего нет. Счастливого пути. Отвечай. Она забрала. Да кто что забрал, Фериде? Новое вранье, что ли? Новый трик твое. Какое вранье? Что это тогда? Это твоя новая игра, чтобы повысить ставки? Давай, говори. Какая у тебя цена? Давай, Фериде, скажи же. Ты не можешь выбирать этих людей за что-то другое, кроме как за их деньги. Разве деньги для тебя не все? Разве ты не хочешь этого? Давай. Даже моей стань, любовница. Хватит. Хватит. Рот закрой же. Ты делаешь очень больно мне. Рот закрой же. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как я смогу привыкнуть к жизни без тебя? Как я тебя брошу? Любимый, пожалуйста, прости меня. Я тебя так сильно люблю, ты... Никогда этого не забывай. Я очень сильно тебя люблю. Очень. Что думаешь, здесь есть? Камень, что ли, а? Камень, что ли? Больно на душе мне. Ты постоянно веришь в то, что говорят тебе другие. А потом приходишь и орёшь на меня как больной. Поэтому ты сюда со мной и приехал. Чтобы внутри себя меня уничтожить. Чтобы успокоить свою боль. Чтобы меня прогнуть. Я где-то внутри тебя. В голове ты всё ещё спрашиваешь, почему эта женщина так далека от меня? Из-за кого? Из-за Селима или Атеши? Ты задаёшься вопросом. Слушай. Слушай. Почему ты хочешь, чтобы это был кто-то из них? Потому что ты не понимаешь. Ты тоже. Ты тоже не веришь в то, что я заставила тебя пережить. Твоё сердце не верит, Джанейт. И только чтобы доказать это, ты предлагаешь мне деньги. Что если я приму эти деньги, то все будут правы. И ты спасёшься. Да? Но это же не так. Это неправда. Я не виновна, Джанейт. Послушай своё сердце. Та женщина по имени Джанан. Она все эти игры провернула, чтобы деньги взять с Атеши. Она должна была прийти к вам. Должна была всё сказать. Никто мне ничего не сказал. Тогда ты по сторонам посмотри. Есть люди, которые меня ненавидят. Которые хотят, чтобы меня больше не было. Увидеть уже наконец-то, Джанейт. Пойми, пожалуйста. Да. 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 Эту девушку на всё убедили. Эту девушку на всё убедили. Это сделает Бахар. Вы вычеркнули его из жизни. А он вас. Он от вас совсем ничего не хочет. Он сделал это вопросом своей гордости. Это слабое место, мы его и нащупаем. Махар будет действовать с вами заодно. И заденет гордость Кемаля. Попросит у вас деньги и дом. Захочет воспользоваться вашими богатствами. А Кемаль за это её никогда не простит. Когда мы покончим с ней, Кемаль уже никогда её имя не произнесёт. Мы разлучим их. У нас это получится. Ну ладно. Давай тогда моего сына спасём от этой девушки. Надеюсь, Ферде ничего не рассказала. Доброе утро. Доброе утро, мама Зухре. Ты разговаривала с Женейтом? Всю ночь звонила, но... Он, наверное, не услышал. У них же было совещание, наверное, он забыл телефон в комнате. Надеюсь. Эй, Юль, дорогая, Дженейт тебя любит. Мой сын дал тебе обещание. И он всегда будет сдерживать свои обещания. Ты не волнуйся. Если он только обещал мне, тогда я и буду переживать, мама Зухре. Потому что любовь, она не слушает слов. Дорогая моя, ты не волнуйся. Я рядом. Эй, Юль, у тебя сегодня есть важные дела? Нет. А почему вы спросили? У госпожи Сергея просто операция была. Я не смогла к ней пойти. Некультурно вышла. А Осман ничего по поводу них слышать даже не желает. Я кое-что организовала, но... Не могу пойти. Ну, ты может... Ну что вы, госпожа Зухре? Я всё отвезу, то что нужно. Вы подготовьте только. Спасибо, доченька. Киазин тебя отвезёт оттуда на работу. Хорошо. Доброе утро, Илюль. Дженет вернулся? Пока ещё нет. Я понял. Нет никаких проблем? Нет. Всё в порядке. Ладно. Я выхожу. Я же сюда и там поеду. Ладно. Увидимся в компании. Удачи. Господин Осман. Тебя я тоже, конечно, подставила, но... Ну что вы, мама Зухре? Спасибо, доченька. Удачи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Любимая, что, ночь ко мне, что ли, приходила? Вахар, доченька, этот мальчик очень сильно любит тебя. Не расстраивай, умей в виду, а то я перестану быть для тебя мамой. Мама, откуда это взялось? Да неважно, откуда это взялось, слышишь? Не будешь его расстраивать, и точка. Так же, как он любит тебя, будешь его любить. Понятно тебе? Будешь в ответе за свою любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это твоя новая игра, чтобы цену себе повысить, а? Давай, скажи, сколько ты стоишь? Какой я придурок? Что я сделал-то? Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Это он? Ридень, начинай, пожалуйста, сначала. Приди в себя. Ты не понимаешь, что ли, Тунч? Он предлагал мне деньги. Ну, за это? Как же он не смог стать таким человеком? Элюль довела его от такого состояния. Он нас сделан таким же подозрительным и ненавистным человеком, как она сама. Я знаю. Знаю, она ответит за это. Все, время вышло. Что это значит? Фериде, ты что, от меня что-то скрываешь? Нет. Я ничего не скрываю. Слушаю вас, отец Усман. В чем ваш план? Элюль. Сегодня идет домой, к этой девке Бахар. Элюль. Наш водитель ее отвезет. Казым. И другой мой человек будет следить за водителем. Когда Элюль будет выходить из дома Бахар, ее прижмет к углу этот человек и начнет домогаться. Ну, а Бахар... А эта наивная это увидит, и... Чтобы спасти ее, сразу вылезет туда, да? Именно так. Ну, а я буду... Благодарен Бахар за то, что та спасла мою невестку. Хорошо, но... А если с Элюль что случится? Ну, немножко больно будет, конечно. Должно быть убедительно. Но каких-то жестких садей не останется. Да и ты за Элюль не волнуйся, она сильная. Женейт займется ею. Отец Усман, вы прекрасный. Ответь уже, а, Дженейт, ответь, а? Да, Элюль. Дженейт? Я приезжал за тебя. С ночи звонил, а ты где? Я в пути. Еду, а ты где? Я дома. Элюль, не вздумай с дома никуда уходить. Когда я приеду, хочу видеть тебя. Ладно, дорогой, я жду. Жду, увидимся. Ты говорила с Дженейтом? Да. Он едет сюда. Хочет меня увидеть. Конечно, был у тебя подальше, начал ценить тебя. Хорошо тогда. Как госпожа Сергея поеду. А ты оставайся дома. Ой, как я могла забыть. Хотите, я отвезу. Нет, нельзя. Не оставляйте на это ждать. Ты оставайся дома. Ну, конечно. Дженейт так сказала, ты прям напряглась, да? Элюль, дорогая. Сначала давай выпьем с тобой кофе, а там я уже поеду. Так или иначе, время есть, так? Да, хорошо. Ну, давай, пойдем. Интересно, он установил на машину? Нет, не установил. Точно ему не понравилось. Привет. Наконец-то. Что? Я неправильно услышала? Ты не сказала мне, я пошла вон, правильно? Слушай, Хантан, ты сказал, что вчера придешь, а чего не пришла? Подожди секунду. Я могу сейчас расплакаться ведь. Что, ты мог меня так сильно ждать, что ли? Хантан, ради всего, что не затягивай. Говори, что нас ждем, давай поскорее начнем, ладно? Ты действительно настроен решительно. Я думала, что ты в порыве ярости сказал все эти слова, что ты не способен погубить Кемалия и Бахар. Нет, больше никакой жалости. Все, что нужно, будет сделано. Они тоже будут следить за своими действиями теперь. Мы скорее спасем Бахара от этого подонка Кемали. Хорошо. Вас подождать, госпожа Зухра? Извиняюсь. Господин Спан звонит. Отвечения не думай ничего говорить. Киазым? Скорее приезжай в компанию. Есть важные дела с тобой. Хорошо, господин. Господа, господин Спан срочно зовет к себе. Ты езжай, я на такси поеду. Не вздумай говорить Усману, что я приезжал сюда. А то потом буду плохо к тебе относиться, Киазым. Хорошо, госпожа Зухра. Давай, удачи. Сынок, мама. Добро пожаловать. Привет. Заходи. Замерзла. Джинейс? Дорогой, что это с тобой? Все в порядке? Я с ночи звонил тебе. Чего ты не брал трубку? Телефон у меня был на беззвучном. Я и не заметил. Ночь была сложная, Илюль. Что значит сложная? Совещание прошло плохо? Помимо совещания, все остальное было ужасно. Я много выпил. Потом так и отрубился. Я поняла, Джинейт. Фериде? Фериде? Фериде, когда я проснулся, уже ушла. Я не понимаю, чего я так много выпил вообще? Ночь была невероятно глупой. Я собирался в компанию. Но я не в состоянии кого-то терпеть. Поэтому захотел тебя увидеть. Пойду в прямой душ. Потом приду к тебе. Джинейт. Нам нужно поговорить. В таком состоянии, Илюль. Джинейт, это очень важно. Кое-какие моменты, я должна тебе объяснить. Я не хочу продолжать ждать. В этом конверте... Есть кое-какие фотографии, связанные с моим прошлым. Это отец. Да. Это то, что я должна тебе рассказать. Сейчас настало время. Сынок, мой дорогой. Как я соскучился по тебе. Спасибо, доченька. Петя, на здоровье. Здоровье ручникам твоим. Мамочка. Мама. Скажи правду. Тебя не отец отправил, а? Ну, там какое-то собрание, да, должно было быть вроде. Я не поняла, Кемаль. Я что, не могу соскучиться по сыну, не имею права? Соскучилась по тебе и пришла. Да и госпожа Сергея, в то же время я, после операции не смогла пожелать выздоровления. Надеюсь, вы не обиделись. Ну что вы, госпожа, разве может такой быть? Вот, прошу. Правда, не стоило, зачем же это? Да ладно вам. Пижама держит тепло, хорошо. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Да, брат. Ладно, ладно, через пять минут я приду. Мама, мне нужно на работу. Ладно, сынок. Потом я вновь приду. Ах, если бы и ты, мама. Ну не надо. Я туда не приду. Я пойду. Приходи вновь, ладно? Да, приду, не волнуйся. Удачи. Извините. Кемаль. Сынок. Тебе нужно что-нибудь? Нет, мама, спасибо. Подожди. Мало ли, ей понадобится. Мама. Ничего отцовского я не хочу. И деньги его тоже. Не дай в этом плане, ладно? Мало ли, ей понадобится. Мало ли. Не. Я. Мало ли. Тебя. Мало ли. Мало ли. Мало ли. Мало ли. Субтитры создавал DimaTorzok